Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Трубецкой. Россия в ее иконе. Часть первая. В ризнице Троицко-Сергиевой лавры есть шитое шелками изображение святого Сергия, которое нельзя видеть без глубокого волнения. Это покров на рак у преподобного, подаренный лавре великим князем Василием, сыном Дмитрия Донского, приблизительно в 1423 или 1424 году. Первое, что поражает в этом изображении – захватывающая глубина и силы скорби. Это не личная или индивидуальная скорбь, а печаль обо всей земле русской, обездоленной, униженной и истерзанной татарами. Всматриваясь внимательно в эту пелену, вы чувствуете, что есть в ней что-то еще более глубокое, чем скорбь. Тот молитвенный подъем, в который притворяется страдание, и вы отходите от нее с чувством успокоения. Сердцу становится ясно, что святая печаль дошла до неба, и там обрела благословение для грешной, многострадальной России. Я не знаю другой иконы, где так ярко и так сильно вылилась мысль, чувство и молитва великого народа и великой исторической эпохи. Недаром она была поднесена лавре сыном Дмитрия Донского. Чувствуется, что эта ткань была вышита с любовью кем-либо из русских жен мироносец 15 века, быть может, знавших святого Сергия и, во всяком случае, переживавших непосредственное впечатление его подвига, спасшего Россию. Трудно найти другой памятник нашей старины, где бы так ясно обнаруживалась та духовная сила, которая создала русскую иконопись. Это та самая сила, которая явилась в величайших русских святых, в Сергии Радонежском, в Кирилле Белозерском, в Стефане Пермском и в Митрополите Алексии. Та самая, которая создала наш великий духовный и национальный подъем XIV и XV веков. Дни расцвета русского иконописного искусства начинаются в век величайших русских святых, в ту самую эпоху, когда Россия собирается вокруг обители святого Сергия и растет из развалин. И это не случайно. Все эти три великих факта русской жизни, духовный подвиг великих подвижников, рост мирского строения православной России и величайшие достижения религиозной русской живописи связаны между собой той тесной неразрывной связью, о которой так красноречиво говорит, шитый шелками, образ святого Сергия. И не один этот образ. Иконы XIV и XV века дают нам вообще удивительно верное и удивительно глубокое изображение духовной жизни тогдашней России. В те дни живой веры слова молитвы «Не имамы иные надежды, разве тебе, владычицы» были не словами, а жизнью. Народ, молившийся перед иконою о своем спасении, влагал в эту молитву всю свою душу, поверял иконе все свои страхи и надежды, скорби и радости. А иконописцы, дававшие в иконе образный ответ на эти искания души народной, были не ремесленники, а избранные души, сочетавшие многотрудный иноческий подвиг с высшей радостью духовного творчества. Величайший из иконописцев конца XIV и начала XV веков Андрей Рублев признавался преподобным. Из летописи мы узнаем про его великое тщание о постничестве и иноческом жительстве. О нем и его друзьях-иконописцах мы читаем «На самый праздник светлого воскресения, на седалищах сидяща и перед собою имуща божественные и всечестные иконы, и на тех неуклонно зряща, божественные радости и светлости исполняхуся, и не точию в тот день, но и в прочие дни, егда живописательству неприлежаху». Прибавим к этому, что преподобный Андрей считался человеком исключительного ума и духовного опыта. Всех превосходят в мудрости зельни, и мы поймем, каким драгоценным историческим памятником является древняя русская икона. В ней мы находим полное изображение всей внутренней истории русского религиозного и вместе с тем национального самосознания и мысли. А история мысли религиозной в те времена совпадает с историей мысли вообще. Оценивая исторические заслуги святителей и преподобных 14-го столетия, митрополита Алексия, Сергия Радонежского и Стефана Пермского, историк Ключевский говорит, между прочим, «Эта пресноблаженная Троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарею политического и нравственного возрождения русской земли». При свете этого созвездия начался с XIV на XV век расцвет русской иконописи. Вся она от начала и до конца носит на себе печать великого духовного подвига Святого Сергия и его современников. Прежде всего в иконе ясно отражается общий духовный перелом, пережитый в те дни России. Эпоха до Святого Сергия и до Куликовской битвы характеризуется общим упадком духа и робости. По словам Ключевского, в те времена во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса татарского нашествия. Люди беспомощно опускали руки. Умы теряли всякую бодрость и упругость. Мать пугала неспокойного ребенка лихим татаринам. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Посмотрите на икону начала и середины XIV века, и вы ясно почувствуете в ней, рядом с проблесками национального гения, эту робость народа, который еще боится поверить в себя, не доверяет самостоятельным силам своего творчества. Глядя на эти иконы, вам кажется подчас, что иконописец еще не смеет быть русским. Лики в них продолговатые, греческие, борода короткая, иногда немного заостренная, не русская. Даже иконы русских святых, князей Бориса и Глеба в Петроградском музее Александра III воспроизводят не русский, а греческий тип. Архитектура церквей тоже или греческая, или носящая печать переходной ступени между русским и греческим. Церковные главы еще слабо заострились и носят почти круглую форму греческого купола. Русская луковица, видимо, еще находится в процессе образования. Внутри храмов мы видим непривычные русскому глазу и также греческие верхние галереи. В этом отношении типична, например, икона покрова Пресвятой Богородицы новгородского письма XIV века в собрании Остроухова. Это зрительное впечатление подтверждается объективными данными. Родиной русского религиозного искусства в XIV и XV веках, местом его высших достижений является русская Флоренция, Великий Новгород. Но в XIV веке этот великий подъем религиозной живописи олицетворяется не русскими, а иностранными именами – Исаия Гречина и Феофана Грека. Последний и был величайшим новгородским мастером и учителем иконописи XIV века. Величайший из русских иконописцев начала XV века, родоначальник самостоятельного русского искусства Андрей Рублев был его учеником. Упомянутые греки расписывали церкви и соборы в Москве и в Новгороде. В 1343 году греческие мастера подписали соборную церковь Успения Богородицы в Москве. Феофан Грек расписал церковь Архистратига Михаила в 1399 году, а в 1405 году Благовещенский собор вместе со своим учеником Андреем Рублевым. Известия о русских мастерах-иконописцах, выучениках греков, в XIV веке вообще довольно многочисленны. Если бы в те дни русское искусство чувствовало в себе силу самому стать на ноги, в этих греческих учителях, понятно, не было бы надобности. Мы имеем и другие, еще более прямые указания на зависимость русских иконописцев конца XIV века от греческих влияний. Известный иеромонах Епифаний, жизнеписатель преподобного Сергия, получивший образование в Греции, просил Феофана Грека изобразить в красках храм Святой Софии в Константинополе. Просьба была исполнена, и, по словам Епифания, этот рисунок послужил на пользу многим русским иконописцам, которые списывали его друг у друга. Этим вполне объясняется нерусский или не вполне русский архитектурный стиль церквей на многих иконах XIV века, особенно на иконах Покрова Пресвятой Богородицы, где изображается как раз храм Святой Софии. Теперь всмотритесь внимательнее в иконы XV и XVI веков, и вас сразу поразит полный переворот. В этих иконах решительно все обрусело. И лики, и архитектура церквей, и даже мелкие, чисто бытовые подробности. Оно и неудивительно. Русский иконописец пережил тот великий национальный подъем, который в те дни переживало вообще все русское общество. Его окрыляет та же вера в Россию, которая звучит в составленном пахомием жизнеописании святого Сергия. По его словам, русская земля, веками жившая без просвещения, напоследок сподобилась той высоты святого просвещения, какое не было явлено в других странах, раньше принявших веру христианскую. Этой несравненной высоты Русь достигла благодаря подвигу святого Сергия. Страна, где были явлены такие светильники, уже не нуждается в иноземных учителях веры. По мысли Пахомия она сама может просвещать вселенную. В иконе эта перемена настроения сказывается прежде всего в появлении широкого русского лица, нередко сокладистую бородою, которая идет на смену лику греческому. Неудивительно, что русские черты являются в типичных изображениях русских святых, например, в иконе святого Кирилла Белозерского, принадлежащей Епархиальному музею в Новгороде. Но этим дело не ограничивается. Русский облик принимают нередко пророки, апостолы, даже греческие святители Василий Великий и Иоанн Златоуст. Новгородская иконопись XV и XVI веков дерзает писать даже русского Христа, как это ясно видно, например, в принадлежащей Остроухову иконе Спаса Нерукотворного. Такое же превращение мы видим и в той храмовой архитектуре, которая изображается на иконах. Это особенно ясно бросается в глаза при сравнении икон Покрова Богородицы, упомянутой Остроуховской, и знаменитой новгородской иконы XV века, принадлежащие Петроградскому музею Александра III. В этой последней иконе изображен Константинопольский храм Святой Софии. На это указывает конная статуя строителя этого храма, императора Юстиниана, помещающегося слева от него. Но во всем прочем, уроки учителей греков, видимо, забыты. В изображении утрачено всякое подобие греческого архитектурного стиля. Облик храма чисто русский. В особенности его ясно заостренные главы. И ни одни главы, все завершение фасада приняло определенную луковичную форму. У зрителя не остается ни малейшего сомнения в том, что перед ним типическое воспроизведение родного искусства. То же впечатление родного производят и вообще все храмы на новгородских иконах XV века. Но этого мало. Наряду с русской архитектурой в икону XV века вторгается и русский быт. В собрании Остроухова имеется икона Ильи Пророка на колеснице. Там вы видите в огневидной туче белых коней в русской дуге, мчащих колесницу прямо в небо. Сравните это изображение с иконой Ильи Пророка XIV века в собрании Рябушинского. На последней русская дуга отсутствует. В том же собрании Остроухова имеется икона святого Кирилла Белозерского, где святой печет хлебы в русской печке. Наконец, в Третьяковской галерее на иконе Николая Чудотворца изображен половец в русской шубе. Да не покажется дерзостью это привнесение в икону бытовых подробностей русской жизни. Это не дерзость, а выражение нового духовного настроения народа, которому подвиг святого Сергия и Дмитрия Донского вернул веру в родину. Из пустыни раздался властный призыв преподобного к вождю русской рати. Иди на безбожников смело, без колебания и победишь. Примером своей жизни, высотою своего духа, преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Что же удивительного в том, что поверившая в себя Россия увидела в небесах свой собственный образ, а иконописец, забывший уроки греческих учителей, стал писать образ Христов с русскими чертами. Это не самопревознесение, а явление образа Святой Руси в иконописи. В дни национального унижения и рабства все русское обесценивалось, казалось немощным и недостойным, все святое казалось чужестранным, греческим. Но вот по земле прошли великие святые. И их подвиг, возродивший мощь народную, все осветил и все возвеличил на Руси, и русские храмы, и русский народный тип, и даже русский народный быт. В XV веке воспоследовали и другие события, которые утвердили эту веру и силу русского народного гения, и вместе с тем пошатнули доверие к прежним учителям веры, грекам. Это флорентийская уния взятий Константинополя турками в ту самую эпоху, когда владычество безбожных огорян на Руси было окончательно сломлено. Возникшая под впечатлением этих событий мысль о Москве, как о Третьем Риме, слишком известна, чтобы о ней нужно было распространяться. Но еще раньше Москвы, под впечатлением упадка веры в обоих древних Римах, стал называть себя Новым Римом Великий Новгород. Там зародились благочестивые сказания о бегстве святых и святынь и запозоренных центров древнего благочестия, и о переселении их в Новгород. Об иконе Тихвинской Божьей Матери, чудесно перенесенной из Византии в Новгород, и о столь же чудесном приплытии туда же на камне святого Антония Римлянина с мощами. Новгородский иконописец сумел сделать из этого последнего сказания яркий апофеоз русского народного гения. В собрании икон Остраухова есть изображение этого чудесного плавания, которое поражает не только красотою, но и необычайным подъемом национального чувства. Над плывущим по Волхову святым беженцам из Рима жаром горят золотые главы новгородских русских храмов. В них цель его странствования и единственно достойное пребывание для вверенной ему от Бога святыни. «Видение православленной Руси» — вот в чем заключается резкая грань между двумя эпохами русской иконописи. Грань эта проведена духовным подвигом святого Сергия и ратным подвигом Дмитрия Донского. Раньше русский народ знал Россию преимущественно как место страдания и унижения. Святой Сергий впервые показал ее в ореоле божественной славы, а иконопись дала яркое изображение явленного им откровения. Она нашла его не только в храмах, не только в одухотворенных человеческих ликах, но и в самой русской природе. Пусть эта природа скудна и печальна, как место высших откровений Духа Божьего, она — земля святая. В бедности этого края долготерпения русского народа открывается неизреченное богатство. Яркий образец этого религиозного, любящего отношения к русской земле мы находим в иконе соловецких преподобных Зосимы и Саватия, это XVI век, в собрании Остраухова. Двумя гениальными штрихами иконописец резюмирует внешний, земной облик северной природы. Это двойная пустыня, голая скала, со всех сторон окруженная пустыней волн морских. Но именно скудость этого земного фона нужна иконописцу для того, чтобы подчеркнуть изумительную духовную красоту соловецкой обители. Ничто земное не отвлекает здесь внимания преподобных, которые стоят и молятся у подножия монастырских стен. Оно целиком устремлено в горящие к небу золотые главы. И огненная вспышка этих глав готовится всею архитектурой храмов, которая волнообразными линиями поднимается кверху. Не только главы, но и самые вершины стен здесь носят начертания луковицы, как это часто бывает в русских храмах. Вся эта архитектура заостряется к золотым крестам в могучем молитвенном подъеме. Так скудость многострадальной земли духовным подвигом притворяется в красоту и в радость. Едва ли в русской иконописи найдется другое, равное этому по силе изображение поэзии русского монастыря. Никогда не следует забывать о том, кто открыл эту поэзию и страдавшейся русской душе. В те скорбные дни, когда она испытывала тяжелый гнет татарского ига, монастырей на Руси было мало, и количество их возрастало чрезвычайно медленно. По словам историка Ключевского, в сто лет 1240-1340 годы возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие, 1340-1440 годы, когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из Куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. При этом до половины XIV века почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами. С этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сахи. От святого Сергия, стало быть, зачинается эта любовь к родной пустыне, столь ярко запечатлевшаяся затем в житиях и иконах. Красота дремучего леса, пустынных скал и пустынных вод полюбилась как внешнее явление иного духовного облика Родины. И рядом с пустынножителем и писателем, глашатаем этой любви стал Игорь.